Здравствуйте, учащиеся! Тема нашего урока – преобразование произведения тригонометрических функций в сумму или разность. Сегодня на уроке мы научимся выводить и применять формулы преобразования тригонометрических функций в сумму или разность. А сейчас повторим формулы синуса и косинуса суммы и разности углов. Синус альфа плюс бета равно синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета. Синус альфа минус бета равно синус альфа косинус бета минус косинус альфа синус бета. Рассмотрим формулу синуса суммы и разностей двух углов. Сложим эти два равенства почленно. И получим в левой части синус альфа плюс бета плюс синус альфа минус бета, а в правой части выражение косинус альфа синус бета и минус косинус альфа синус бета взаимно уничтожится, и синус альфа косинус бета плюс синус альфа косинус бета будет равен 2 синус альфа косинус бета. Разделим обе части полученного равенства на 2. И получим синус альфа косинус бета равно 1 второй умноженное на синус альфа плюс бета плюс синус альфа минус бета. Итак, мы с вами получили, что произведение синуса и косинуса с разными аргументами равна полусумме синуса суммы и синуса разности этих аргументов. А теперь вычтем эти равенства и получим в левой части синус альфа плюс бета минус синус альфа минус бета. А при вычитании правых частей у нас синус альфа косинус бета минус синус альфа косинус бета взаимно уничтожится. И получится косинус альфа синус бета минус на минус нам дает плюс косинус альфа синус бета. То есть получаем 2 косинус альфа синус бета. Разделим обе части полученного равенства на 2 и получим косинус альфа синус бета равно 1 и 2 синус альфа плюс бета минус синус альфа минус бета. Итак, мы с вами получили, что произведение косинуса и синуса с разными аргументами равна полуразности синуса суммы и синуса разности этих аргументов. А теперь рассмотрим формулу косинуса суммы углов. Мы знаем, что косинус альфа плюс бета равно косинус альфа косинус бета минус синус альфа синус бета. А косинус альфа минус бета равно косинус альфа косинус бета плюс синус альфа синус бета. Сложим эти два равенства и получим в левой части косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета. а в правой части минус синус альфа синус бета и плюс синус альфа синус бета взаимно уничтожатся и получится 2 косинус альфа косинус бета. Разделим обе части данного равенства на 2 и получим косинус альфа косинус бета равно 1 второй косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета. Итак, мы с вами получили, что произведение двух косинусов с разными аргументами равна полусумме косинуса суммы и косинуса разности этих углов. А теперь вычтем эти равенства. То есть из косинуса альфа плюс бета вычтем косинус альфа минус бета. И получим в левой части косинус альфа плюс бета минус косинус альфа минус бета. При вычитании правых частей косинус альфа косинус бета минус косинус альфа косинус бета взаимно уничтожится. И минус синус альфа синус бета минус синус альфа синус бета будет равно минус 2 синус альфа синус бета. Разделим обе части данного равенства на минус 2 и получим синус альфа синус бета равно минус 1 второй косинус альфа плюс бета минус косинус альфа минус бета. Занесем минус в скобки и получим, что синус альфа умножить на синус бета будет равен 1 второй косинус альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета. Итак, мы с вами получили, что произведение двух синусов с разными аргументами равна полуразности косинуса разности этих углов и косинуса суммы этих углов. Рассмотрим следующее задание. Вычислите значение выражения косинус 75 градусов умножить на косинус 15 градусов. Здесь мы с вами можем применить формулу произведения косинусов с разными аргументами. И получим, что данное выражение будет равно 1,2 косинус 75 градусов плюс 15 градусов плюс косинус 75 градусов минус 15 градусов. 75 градусов плюс 15 градусов это и есть 90 градусов, а 75 градусов минус 15 градусов равно 60 градусам. Поэтому данное выражение будет равно 1,2 умноженное на косинус 90 градусов плюс косинус 60 градусов. Согласно таблице, значение тригонометрических функций косинус 90 градусов равно 0, а косинус 60 градусов равно 1,2. Подставляя эти значения, получили следующее выражение. Умножим 1,2 на 1,2 и получим 1,4. То есть значение данного выражения равно 1,4. Рассмотрим следующее задание. Нужно вычислить значение выражения косинус 12 градусов минус 2 синус 36 градусов умножить на синус 24 градусов. Применим формулу произведения синусов с разными аргументами. И получим косинус 12 градусов минус 2 умноженное на 1,2 косинус 36 градусов минус 24 градусов минус косинус 36 градусов плюс 24 градуса. 36 градусов минус 24 градусов равно 12 градусов, а 36 градусов плюс 24 градусов равно 60 градусам. Поэтому данное выражение у нас будет равно косинус 12 градусов минус 2 и 2 у нас сократились. И в скобках останется выражение косинус 12 градусов минус косинус 60 градусов. Раскроем скобки и получим косинус 12 градусов минус косинус 12 градусов. А косинус 60 градусов согласно таблице значений тригонометрических функций равно 1,2. Далее косинус 12 градусов и минус косинус 12 градусов взаимно уничтожаются. Поэтому данное выражение у нас будет равно 1,2. Рассмотрим следующее задание. Представьте в виде суммы или разности выражение 2 синус 27 градусов умноженное на косинус 9 градусов. Применим формулу произведения синуса и косинуса с разными аргументами. И получим 2 умноженное на 1,2 синус 27 градусов плюс 9 градусов плюс синус 27 градусов минус 9 градусов. 27 градусов плюс 9 градусов равно 36 градусов, а 27 градусов минус 9 градусов равно 18 градусов. Поэтому данное выражение у нас будет равно синус 36 градусов плюс синус 18 градусов. Рассмотрим следующее задание. Запишите в виде суммы тригонометрических функций выражение синус 5 альфа умноженное на косинус 2 альфа. Применим формулу произведения синуса и косинуса с разными аргументами. И получим 1,2 умножить на синус 5 альфа плюс 2 альфа плюс синус 5 альфа минус 2 альфа. 5 альфа плюс 2 альфа равно 7 альфа, а 5 альфа минус 2 альфа равно 3 альфа. Поэтому данное выражение будет равно 1,2 умноженное на синус 7 альфа плюс синус 3 альфа. Рассмотрим следующее задание. Докажите справедливость равенства косинус 75 градусов умножить на синус 345 градусов равно 0,25 умноженное на корень из 3 минус 2. Применим формулу произведения косинуса и синуса с разными аргументами в левой части данного равенства. Представим синус 345 градусов как синус 360 градусов минус 15 градусов и применим формулу произведения. Тогда получим, что синус 360 градусов минус 15 градусов будет равно минус синусу 15 градусов. Тогда данное выражение у нас будет равно минус синус 15 градусов умножить на косинус 75 градусов равно 0,25 умноженное на корень из 3 минус 2. Применим формулу произведения синуса и косинуса с разными аргументами. И получим минус 1 вторая умноженное на синус 15 градусов плюс 75 градусов плюс синус 15 градусов минус 75 градусов. Правую часть оставим без изменения. 15 градусов плюс 75 градусов равно 90 градусов, а 15 градусов минус 75 градусов равно минус 60 градусов. Поэтому левая часть данного выражения будет равна минус 1 вторая умножить на синус 90 градусов плюс синус минус 60 градусов равно правую часть оставим без изменения. Мы знаем, что синус у нас функция нечетная, поэтому синус минус 60 градусов равно минус синус 60 градусов. Поэтому левая часть данного выражения будет равна минус 1 вторая умноженная на синус 90 градусов минус синус 60 градусов равно правую часть оставим без изменения. Синус 90 градусов равно единице, а синус 60 градусов равно корень из трех деленное на 2. Подставляя эти значения, получим минус 1 вторая умножить на 1 минус корень из трех деленное на 2 равно 0,25 умноженное на корень из трех минус 2. Приведем к общему знаменателю выражение в скобках и получим минус 1 вторая умноженное на 2 минус корень из трех деленное на 2 и все это равно 0,25 умноженное на корень из трех минус 2. Умножим 2 и 2 в знаменателе, получим 1 четвертую, а минус занесем в скобки и в результате получим 1 четвертая умножить на корень из трех минус 2 равно 0,25 умноженное на корень из трех минус 2. Так как 1 четвертая это и есть 0,25, поэтому левая часть данного выражения будет равна 0,25 умноженное на корень из трех минус 2 равно 0,25 умноженное на корень из трех минус 2. То есть левая часть данного равенства равна его правой части, тождество доказано. Итак, сегодня на уроке мы научились выводить и применять формулу преобразования произведения тригонометрических функций в сумму или разность. На этом урок совершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok